добрый вечер уважаемые друзья дорогие гости мы сегодня решили имитировать тех о ком и о ком собираемся говорить точнее легенды потому что в центре нашего внимания сегодня две страны японии германия существует представление о том что это две нации с чрезвычайно пунктуальным подходом к жизни не секунды не поэтому мы начинаем ровно в 19 00 правда мы только что перед началом обменялись нашими коллегами и выяснили что это все уже не так уже все и это тоже портится ну собственно об этом поговорим дальше в этот замечательный весенний день когда хочется чего угодно только не слушать всякую нудную болтовню и особенно благодарен всем кто пришел а мы сегодня хотим обсудить тему которую она всплывает уже довольно продолжительное время в контексте тех масштабных изменений международных которые мы наблюдаем по всем линиям те кто часто бывает на лектории знает что мы затрагиваем их как можем активно значит данную тему опять же кто был 2 лектория назад те может быть запомнили что выступавший здесь прохор тибин несколько удивил присущих когда мы просили его спрогнозировать с точки зрения какие кризисы еще могут быть связь с участием россии в том числе и военные он сказал с японии чем нас всех несколько удивил но он правда потом когда понял что как-то это очень страшно звучит он стал сразу немедленно как сейчас говорят хеджироваться и говорит что он не совсем-то имел ввиду но мы-то за это зацепились но насчет кризиса мы еще поговорим а вот то что две страны германия и япония в силу истории середины двадцатого века и второй половины двадцатого века занимали особенное место в международной системе и теперь вместе с этой международной системой это особенное место от них уходит или точнее ушло уже вот это собственно говоря навело на мысль во-первых поговорить на тему вторых совместить эти две очень разные державы в одном разговоре две страны потерпевшие сокрушительное тотальное поражение во второй мировой войне вынужденные в общем-то переродиться хотя мы об этом поговорим до какой степени от случилось и в некоторой степени лишенные прав они не попали совет безопасности он как проигравшие державы и хотя потом в течение десятилетий все очень сильно менялась а уж после холодной войны тем более но пока этот принцип сохраняется который был заложен тогда между тем роль японии и германии потенциальная роль росла неуклонно с 50-х годов и ограничители которые имелись они безусловно приобретали все более есть так можно сказать искусственный характер то есть реальный потенциал этих стран уже был таков что если бы не искусственный ограничитель они безусловно должны были бы играть гораздо большую роль международной политики но не могли или не хотели этого делать силу вот той самой исторической канвы предыдущей сейчас изменилось все и есть серьезное подозрение что вместе с уходом рамки второй половины двадцатого века уходят и ограничения собственно любые ограничения уже уходят мы это видим то есть какую сторону не возьми те предохранители которые встроя встраивались международную систему середине прошлого века после второй мировой войны они ну или не работают или их обезвредили вы винтили и прочее я хотел бы начать с вопроса да у нас сегодня два замечательных гостя из дружественного нам гима дмитрий век стрельцов наш один из самых выдающихся специалистов по японии всю жизнь я так понимаю вы за ней следите не надоел вам пока нет артем соколов следит тоже всю жизнь но она просто немножко короче поэтому явно еще не надоело следит за германией но это один из самых перспективных наших коллег которую мы очень любим он автор нашего журнала и так далее кстати вот в ближайшем номере должна быть статья дмитрий викторовича японском изменении а через номер будет статья артема о трансформации германии давайте дмитрий давайте с вас начнем нынешний премьер-министр японии если ничего не знать какой предыстории производит впечатление человека очень сосредоточена ястребиного проблема в нем то есть это вот такая личность которая пришла который вот вот прямо решил ввести вот в эту сторону или это на самом деле кто бы ни был сейчас у японии другого пути кроме как избавляться от своей вот это вот пацифистской сущности реально или мнимой но тем не менее 20 века уже уже не остается ну спасибо первое по поводу премьера нынешнего нужно сказать что впечатление о том что он является ястребом она обманчиво дело в том что нынешний премьер как раз выходец из фракции голубиной эта фракция правящие либерально-демократической партии это основное течение лдп которая всегда выступала за сохранение 9 статьи конституции и за осторожность в военной политике это не националисты более того сам этот кистида является выходцем из хиросимы он один из символов такого я бы сказал антиядерного настроя японии и он дорожит этим это его имидж можно привести пример что в последний год правления обамы именно кистида был инициатором того чтобы пригласить его в хиросиму показать к чему приведет атомная бомбардировка то есть конечно это не такой заядлый или записной ястреб которого возможно которым возможно его описывают сми но с другой стороны есть конечно несколько обстоятельств которые заставляют его действовать вот так как он сейчас действует действует проводить такую же политику который проводил его предшественника бы синдзу ныне покойный ну это конечно с одной стороны ситуация в сфере безопасности вокруг японии которая существенно ужесточилась в последние годы она постепенно постепенно становилась все хуже но вот последние несколько лет в общем япония себя чувствует загнанной просто в угол потому что со всех сторон на нее в общем то как она представляет да фактически хищники как это представляет это китайский дракон северно-корейский волк русский и все все соседи мечтают напасть на японию захватить ее и так далее и более того главный союзник японии америка становится слабее при трампе шли разговор о том что япония должна сама себя защищать и вообще обзаводиться ядерным оружием еще в бытность кандидатам в президенты трап именно этот тезис озвучивал и конечно это создает вот такое вот ощущение кризиса и какой-то безысходности но есть еще и психологические обстоятельства то есть это изменение поколенческие потому что после военной японии все таки был сильный пацифизм уже такой присущий японцам связанные с уроками второй мировой войны с тем что япония вела себя низ неподобающим образом и что война в общем-то принесла японского народу несчастливые бедствия и более того и уроки второй мировой войны для японии это прежде всего страдание самого японского народа а не тех народов которому которым япония нанесла вот эти вот страдания и это конечно сдерживала японию в значительной степени во внешней политике заставляла ее и по отношению к китаю по отношению к государству корейского полуострова вести себя очень аккуратно я бы сказал с таких вот позиций виноватого которого то есть вины которые нужно загладить вот сейчас уже изменилось поколение пришло новое поколение политиков которые уже не помнят об этом и считают что япония должна извиняться за то что сделали там отцы деды и так далее и более того эти отцы деды нынешнего поколения они уже искупили свою вину поэтому япония должна быть нормальной страной такой же как любая другая страна и уметь проецировать свою военную силу на международную политику вот здесь сразу несколько обстоятельств которые по всей видимости японию сейчас движут на то есть толкают на ту линию на ту стезю который она выбрала скажи просто вот вы сказали что до определенного момента существовало вот это вот осознание или ощущение вины но с другой стороны я совершенно не специалист но как-то у меня представление из того что я читал всегда было что ведь вот эта вина в японии это совсем не та вина которая была например в германии там не было вот этого раскаяния там было рассказать вот как вы сказали что до себе самим принесли тяжелые бедствия вообще зачем это надо было но не то что мы вот теперь по гроб жизни обязаны кому то есть это было скорее ну навязанное или вот этот вот это вот то в чем собственно говоря и японии обвиняют соседи что они мол не раскаялись но здесь сразу несколько причин почему это произошло первое это условия послевоенного регулирования с японии которые устанавливали американцы соединенные штаты и цель было не ослабить японии не за не сделать ее врагом а наоборот привлечь к сотрудничеству то есть сделать ее союзником витрины капитализма и поставить барьер на пути распространения коммунизма поэтому нужно было японский народ все-таки лишить этого чувства вины постоянно необходимости кается и это и было сделано это был обратный курс соединенных штатов когда были выпущены те военные которые были осуждены очень быстро и самое главное был такой пущен тезис вход что японский народ не виновата виновата кучка милитаристов которые значит правили японии и даже японский император никакой вины несет за это кстати говоря этот тезис между прочим проповедовали не только соединенные штаты но и коммунистический китай период холодной войны при мао цзэду не марксистская теория говорила что народ не может быть виновата виноваты всегда правители это один момент который в общем-то движет японию вот в общем-то в этом направлении второй момент это то что конечно поскольку не было таких чисток и японское послевоенное государство является преемником до военного и фактически не было подведено черты как в германии не было такой я бы сказал демонтажа государственной системы поэтому в общем целом здесь определенная преемственность есть и и японцы ее чувствуют и более того они не считают что те кто погиб за японию являются какими-то преступниками это означало бы что за что побед погибали деды или отцы в том же китае и так далее и конечно когда уже сменилось поколение и в общем-то сейчас определенные нарративы совершенно другие в отношении войны особенно консервативное политическое крыло использует вот этот нарратив романтизации исторического прошлого как когда в общем-то они говорят что все страны капиталистические даже не только капиталистические перистические страны к числу которых относится советский союз вели себя одинаково добивались своих жизненных интересов и поэтому япония была вынуждена вести эту войну поэтому в общем-то она действовала в таких стесненных обстоятельствах да она совершала ошибки но это не было преступной такой политикой просто вина в японии виновата лишь в том что она проиграла эту войну и такиевский трибунал это был суд победителей в общем-то это понятная логика а если брать левых то есть левые силы то они признают что до были преступления были был геноцид но упор делается именно на страдания самого японского народа то есть ней китайцев не корейцев не азиатских стран а именно тех японцев которые гибли под бомбами американских бомбардировщиков в токио когда 100 тысяч человек погибло за один день 10 марта 45 года ну естественно это хиросима и нагасаки то есть все войны страшны и нужно бороться с войной как таковой а не просто не с тем что вот именно япония в чем-то виноват хорошо начки по не вернемся но это нас переносит в европу значит германии по крайней мере да да относить недавнего времени если говорить об историческом прошлом то были определенные жесткие конструкции которые не подлежали пересмотру и вот в отличие от того что дмитрий викторча писал в японии в германии конечно я так понимаю что заявить о том что немецкие солдаты погибали не зря за родину еще там не знаю 10-15 лет назад было сложно если вообще возможно и когда появилась партия альтернативы для германии которая кто-то там где-то вякнул о том что значит героизм немецкого солдата и преступления нацистов это разные вещи значит буквально растоптали что происходит сейчас можно ли сказать что как вот и в японии пришло поколение там не знаю как его называть зеленая экологическая или еще какое которое считает что все мы уже за все расплатить уважаемый федор александрович большое спасибо за возможность принять участие в работе сегодняшнего лектория уважаемые коллеги германия действительно является здесь несколько иным примером иной ситуации в отличие от японской ситуации в германии как мы возможно знаем возможно нет действительно процесс вот осмысление того что происходило со стороной в первую половину двадцатого века развивался после 45 года на самом деле не линейно и неравномерно 50-е годы да и в 60-е тоже в начале по крайней мере мы имеем такой условный заговор молчания когда в принципе без особой необходимости к теме того что там происходило в 30 и 40-е не возвращается затем постепенно постепенно это начинает меняться в семидесятые годы и затем такая разрывается бомба виде спора историков середине восьмидесятых годов когда 8 мая иница благодаря инициативе от президентов фрг вайдзекера признается днем освобождения что сначала встречает на самом деле очень эмоциональную реакцию у нас сразу два таких ярких историка эксперты вступают такой действительно спор бой который в основном что важно идет на страницах не академических изданий на страницах обычных печатных сми у нас с одной стороны есть берлинский историк 0 то с другой стороны у нас есть франкфуртовец хабермас которые пытаются понять вот причины того что произошло почему германия вот пошла по такому пути если ноль то говорил о том что но это просто было на самом деле ничего такого в национал социализме особенного нет это реакция более того это обратная реакция на большевистские значит зверства как он выражался то хабермас ему оппонировал говорит да нет это то что происходило в германии национал социализм имеет особую природу и в этом плане он определяет особую ответственность немецкого народа причем всего народа не только руководство третьего рейха здесь конечно можно и как естественно здесь мы можем вспомнить знаменитая колено преклонения вилле бранта который сам при этом года войны был в эмиграции и тем не менее он разделил символическим образом ответственность своего народа за преступления национал социализма последние знаковые события то конечно падение легенды о чистом вермахте в 90-е годы после выставки 94 году когда вот такой последний бастион невиновности немецкой истории пал и все это казалось бы после объединения германии нас вывела в некую вот такую стабильную картину стабильную систему представлений о прошлом это на первый взгляд тем не менее параллельно с этим то есть тут ситуация такая что количество переходит в качество да мы знаем что в принципе для немецкой политической культуры характерно действительно по крайней мере с точки зрения риторики глубокое покаяние за произошедшее в годы второй мировой войны и нацистской диктатуры и это вот то количество а вот то качество в которое это количество вот последние годы переходит она в чем-то неожиданно мы с коллегами в мгимо не так давно провели анализ выступлений первых лиц фрг на мюнхенской конференции по безопасности с 2014 по 2002 год но последняя перед началом специальной военной операции и одно из понятий которому очень часто прибегают немецкие политики понять ответственности она тоже исторически обусловлено если раньше понятие ответственности заключалось в том что германия как страна которая является виновницей жертв и разрушений в годы войны обязаны это искупить преодолеть за счет очень осторожной внешней политики за счет помощи тем кто пострадал от ее действий то в последние годы ответственность получает иное смысловое наполнение германия должна действовать ответственно на международной арене то есть действовать активно осуждать тех кто ведет себя неправильно и здесь конечно вишенка на торты это то что не просто осуждать но еще и помогать оружием помогать деньгами и помогать вообще всеми возможными средствами и это конечно то что делает ситуацию новой поскольку если раньше категория ответственности была категория ограничивающей внешне политическую активность фрг по разным трекам то теперь это та категория которая наоборот подталкивает ее действовать активней ну вот у меня я когда-то был германистом правда очень давно и поэтому сбился с пути но в той степени в какой мне доводилось вот общаться с немцами на разных этапах им же свойственно вот морализаторство свойственно немецкой политической и прочей культуре причем вне зависимости от идеологии которая под этим лежит это это одно а второе это уже конечно очень антинаучное заключение но у меня всегда было впечатление что особенность немецкого менталитета национального что они если выбирают какой-то вот курс то они им следуют совершенно не бескомпромиссно до того момента пока не упрутся в стену а стена это может быть разные от такой какой они уперли сорок пятом году это уж совсем кошмар ну или какие-то другие после того как уперли стену курс меняется и начинается такой же движение это я к тому что вот мне кажется изменение и перенаполнение понятий в последние наверное может быть 10-15 лет это же такое вот выворачивание комплекса вины наизнанку то есть мы были самыми плохими мы это преодолели в себе страшным путем сначала поражением потом работа над собой но но преодолели именно поэтому теперь мы имеем право всем говорить что и вы тоже так должны вот это я придумываю или сегодня такой есть узнаете действительно тут это очень немецкий подход не трогать то что работает пока это либо совсем не сломается до либо пока уже ну жизнь просто не заставит что-то с этим делать это касается немецких железных дорог сейчас как мы видим и даже по и политики в том числе а морализаторство это действительно ну это то что они называют ценностной внешней да и внутренней по большому счету политика это что играет важную роль и надо сказать мощный импульс к вот этому морализаторство дало президентство дональда трампа когда на короткий момент ангела меркель стала моральным лидером западного мира и когда оказалось допустимым указывать даже соединенным штатам америки старшему партнеру граду на холме как надо себя вести вот мы помним что когда была только предвыборная кампания в соединенных штатах немецкая пресса ну топила против трампа гораздо сильнее чем любая американская газета тоже несмотря на то какие там взгляды какая партийная принадлежность это конечно это конечно тоже очень показательный показательный момент и сейчас когда у нас действующая правящая коалиция в числе социал-демократов зеленых и либералов имеет очень сильную тоже ценностное наполнение это видно прежде всего безусловно по партии зеленая это видно по тем программным документам которые сейчас принимаются немецким мидом а именно мид контролируют зеленые последний документ яркий такой это конечно основа феминистской внешней политики который был опубликован 1 февраля этого года за как раз авторством коллектива министерства иностранных дел и там вот это вот мораль она просто концентрированном виде присутствует везде и это то причем чуть во что действительно верят немецкие коллеги это не игра это не какая-то хитрая стратегия это искреннее убеждение которое еще предстоит развиваться и мы еще увидим что из этого будет на практике хорошо эту мы еще вернемся ну понятно что японская культура она совершенно другая чем европейская и по форме и по содержанию и я наверно не буду спрашивать есть ли морализаторство у японии мне как трудно себе представить но чувство превосходства присутствует ну вы знаете превосходства нет но есть ощущение уникальности вообще японская психа собственно говоря психология дает на психологии основана на ощущении уникальности японцев как таковых что японцы всегда были другими и это одна из причин почему иностранцы так трудно адаптируется японское общество что японцы их очень доброжелательно принимают но не пускают к себе в узкий круг поэтому и вообще есть такая теория по-японски это не хон джин рон то есть эта теория о японцах что японцы совсем другие у них там другая даже псих физиология там собственно говоря и мозги по устроены и желудок другой кишечник длиннее и так далее поэтому их нельзя равнять с другим значит они делают различия между японцами и не японцы но в этом нет никакого я бы сказал вот превосходство как вы сказали или пренебрежение дискриминации это просто вот такой вот такой взгляд на мир это первое второе в отношении морализаторство я могу сказать что вообще японцам морализаторство не свойств и если мы берем ценности то их просто нет вернее они есть но они есть в еле риторики и японцы склонны менять их очень быстро то есть как перчатки могут в зависимости от аудитории ситуации значит ценности могут меняться с мгновение ока если вы с китайским коллегой вы говорите про азиатские ценности значит если вы с европейцами вы говорите про общие человеческие ценности или про западные ценности про ценности индивидуализма и свободы и это совершенно х а с русским с русским но есть ценности связанные с тем что вот западная жестокая индивидуалистическая культура не свойственно японцам и японцы близки русским у них одинаковый характер они эмоциональны и они коллективисты они значит за копейку не удавятся и так далее и тому подобное то есть есть и вещи которые нас как-то объединяют и японцы с удовольствием достает из разных карманов в нужный момент в нужную ценность поэтому когда вы все говорят о каких-то ценностях это прагматизм чистой воды я вот могу привести пример когда китайцы японцы извините заключали договор с китаем в далеком 1978 году о дружбе китайцы настояли на том чтобы в тексте договора была критика политики японии вот просто критика значит мы осуждаем там и японцы на это пошли потому что им нужен был этот договор и они сами себя излупцевали это вот один из примеров вот этих ценностей высокие до высокий уровень прагматизм но дело в том что он да и я должен сказать что когда вот говорят например защите прав человека и так далее вот одна из ценностей значит на словах до япония всегда за права человека и так далее но мы вспомним когда были события тяньаньмэнь в китае восемьдесят девятом году япония первое самое первое все санкции убрала потому что поняла что она от них теряет и в общем вся политика официальной помощи развитию хотя она основана на догмате прав человека и демократии она в японском случае основана чисто на прагматизм голый прагматизм так что я не стал бы преувеличивать вот эти вот ценности ценностную составляющую японской политики но вы знаете тогда совершенно естественно возникает вопрос а это прагматизм к нам не применяется применяется но японцы очень взвешивают риски и различные вызовы то есть риски и плюсы и минусы до отношении россии и здесь для них играет роль не ситуация в европе не вот эти вот высокие мотивы связанные там с защитой прав человека и так далее а просто оценка реальной ситуации в восточной азии в которой япония находится и для них фактически украина это фактически восточная азия завтра то есть япония себя ассоциирует с украиной и исходит из того что если она не будет проводить тупаль который проводит сейчас то завтра ее союзники и и бросок просто то есть это чисто прагматический я бы сказал такой аптековский подсчет рисков и вызовов с которыми япония сталкивается вот это очень важная тема в обоих случаях артем вот сейчас буквально в эти дни какой-то лихорадочный обскал всплеск разговоров который начался с интервью макрона на борту самолета который нес его из пекина в гуанчжоу где он в присущем ему красноречивом стиле сказал что нам значит нельзя быть просто вассал или как он сказал теми кто следует за соединенными штатами китай нам не враг и мы значит мы союзники но мы должны понимать где что и вообще стратегическая автономия потом об этом сказал шар мишель внезапно который вроде как представляет другую фракцию но тоже сказал что вот макрон дело говорит ну и так далее это тут же вызывает американскую волну который ожидается что будет встреч на европейской что вы что обалдели мы тогда вас сейчас бросим будете один на один с россией вот ну франция то это отдельная тема которую мы нам тоже обсудим как нибудь а вот в германии страх того что ними этот самый американский союзник просто скажет да сами разбирайтесь он есть он был очень сильный в годы холодной войны и особенно начальному ее этапе пик этого страха это период корейской войны когда также западно-германское руководство видела явную параллель на востоке и на западе и думала но мы-то точно будем следующими поэтому всеми силами пыталась не только работать над созданием обороноспособного бундесвера но и над тем чтобы американское военное присутствие было максимально полным максимально представлено в то же время если мы говорим вот раз мы про китай здесь начали говорить первый европейский политик значит шольц гораздо раньше макрона посетил китай что важно без госпожи фон дер ляйен без такого лишних глаз но зато с большой делегацией немецких предпринимателей здесь он макрона опередил говорят что он тоже пришел с большим десантом но тут важно понимать что само правительство шольца в этом вопросе допустим китая а это напрямую вязано с вопросом стратегической автономии с и зависимостью от соединенных штатов частично работает против него у нас с одной стороны есть заявление шольца о том что никакого до каплинг с китаем мы не допустим с другой стороны у нас есть та же самая инициатива со стороны немецкого мид о том а давайте разработаем уже шаблон этого черновик этого документа был слит в шпигель там что 80 страниц тоже основ отношений с китаем я тоже много-много про ценностей мало про экономику и вопрос например присутствие американского ядерного оружия в германии он ведь периодически поднимается где-то на периферии но потом тут же как бы по мгновению волшебной палочки оказывается на той же самой периферии только и обсуждаем даже если мы возьмем последнюю предвыборную кампанию 21 года когда зеленые которые традиционно имеют такое но уже конечно совершенно устаревший но статус пацифистов которые когда-то выступали и прошли в немецкую политику именно с идеями отказа от американского оружия как ядерного так и не ядерного и так далее и когда у них спросили а часто что вы по ядерному оружию сша думаете и здесь сразу она лене бербок пришлось тогда еще кандидату на пост канцлер пришлось как-то вот отходить назад аккуратно говорить о том что ну узнаете это вопрос который мы с удовольствием обсудим с нашими американскими союзниками с немного предсказуемым результатом такого обсуждения ситуация конечно здесь сильно изменилось после февраля 22 года если до этого у нас шли интенсивные консультации с достаточно на самом деле безуспешные с французскими партнерами повод тому что будет единым что будет составлять европейская стратегическая автономия то после февраля немецкие политики все быстро переключили на измерение трансатлантической солидарности то есть на измерение нато и здесь есть такая убежденность что вот без этого никак да и то что сейчас макрон говорил про стратегическую автономию это вызвало шквал критики в прежде всего со стороны даже не то что немецкого правительства со стороны оппозиции со стороны хдс которая на самом деле планирует довольно быстро вернуться назад и его очень сильно раскатиковали за это так мы дошли до очень интересные темы как япония вообще японцы вообще относятся к не к американцу вот на самом деле за фасадом вот этих вот значит лозунгов которые как вы нам объяснили хорошо можно любые вынимать ну вы знаете у нас вот есть определенный стереотип что американцы это хозяева японии что япония это слуга америки сателлит и так далее и тому подобное страна зависимая но я занимаюсь японии и внешне и внутренней политикой все больше прихожу к выводу что это япония помыкает америка во всяком случае используют ее в своих интересах гораздо более эффективно чем америка япония я имею ввиду вот что ну во первых это то что япония если взять ее послевоенную историю очень сильно сэкономила на военных расходах благодаря договору безопасности по которому японии никаких обязательств в отношении соединенных штатов не несла если соединенные штаты ввязываются какую-то войну и где японские интересы не затронуты то япония не участвует в этом и конечно это позволило ей подняться экономический рост и вообще вот эта доктрина внешней политики так называемая доктрина йосиды она основана на том что япония экономит на военных расходов придерживаться пацифистской конституции сосредоточиваться на мирном развитии это в общем-то самый такой пример если вдуматься что япония грубо говоря эксплуатировал соединенные штаты то есть то что соединенные штаты сейчас в этом в чем-то упрекают японию говорят что япония там бесплатно катается на американском автобусе но в этом есть определенная в общем-то логика определенный смысл что это действительно так это первый момент вот и второй момент на мой взгляд это то что как японцы относятся к соединенным штатам конечно они относятся к соединенным штатам как учителю как стране которая принесла процветание научила демократии научила рыночной экономики позволила японии подняться то есть благодаря доступу к американским рынкам япония поднялась и благодаря вот этим вот военным заказом во время корейской войны и это конечно перевешивает опыт вернее опыта памяти об атомных бомбардировках конечно в японии атомные бомбардировки воспринимают как страшную трагедию да и все понимают кто их эти бомбардировки совершил и никто не думает что это были не соединенные штаты конечно это соединенные штаты все знают но вот такого я бы сказал обличение американцев в японии нет и за этим стоит то что америка по мнению японцев позволила вернее вернее предотвратила приход коммунистов оккупацию страны советским союзом и обеспечила японии послевоенное процветание и этим все сказано поэтому в общем так америки за исключением может быть коммунистов компартии японии в целом все политические силы относятся благожелательно хотя отношение к самому договору безопасности разное но тем не менее американцев при всем при том ну если не то чтобы любили но во всяком случае уважают но конечно в японии есть силы более националистические которые говорят о том что японии нужно отходить вот от следования курсу во всем соединенных штатов о том что япония может сказать нет был такой вот мэр токио известный мэр токио сихара синтаро который написал книгу нашумевшие японии который может сказать нет и он был выбран подавляющим большинством голосов на пост губернатора токио так такой запрос есть в обществе конечно же и в общем то говорят о том что и и америку так уж обожают это тоже неправильно тем более что все понимают что америка слабеет что она не может быть собственно говоря свадебным генералом на всех свадьбах затычкой во всех бочках и нужно все-таки стараться как-то проводить собственную внешнюю политику конечно с учетом интересов соединенных штатов но и с учетом собственных интересов и я должен сказать что в последнее время япония делает ставку на все-таки не на двусторонние отношения с америкой она многосторонние форматы безопасности на вот эту вот четверку на тройку то есть на треугольники с южной кореи несмотря на все проблемы сейчас намечается подъем в отношениях с южной кореи с австралией с индии то есть так называемые близкие по духу демократии в общем это магистральное направление японской внешней политики но я обращаю внимание что во всех этих конфигурациях все-таки дядя сам присутствует то есть без америки япония никуда понятно артем вот германию я чуть-чуть тоже представляю это что меня всегда впечатляло когда позитивно чаще негативно то есть степень того как воспитан и стеблишмент немецкий на трансатлантическом мышлении иногда просто поразительно то есть это из поколения в поколение отлаженная система обучения там в америке и или у себя но в америка на центричных институтах и так далее так далее то есть вот ощущение что это не может измениться в принципе то есть никакого пробуждения самосознание национального о котором у нас некоторые еще давно там думали может быть немцы часа в принципе не может произойти по крайней мере вот в обозримый период пока у власти находятся люди воспитанные вот в эту эпоху а эти люди собственно они молоды еще не могут долго находиться у власти или может быть это в какой-то момент под какими-то по каким-то причинам может резко повернуться ситуация с отношением немецких элит соединенными штатами действительно довольно интересная и реальных возможностей что в какой-то краткосрочной перспективе все может поменяться их не так много их не так много прежде всего потому что выстроена очень мощная система многоуровневое взаимодействие между американскими и немецкими элитами это не обязательно какие-то знаете там конспирологические истории нет это все очень вот официально открыто там начинает организация атлантический мост которая пожалуйста отчета каждый год публикует о том что они сделали куда входят почти все топовые немецкие политики это сама действительно система формирования немецких элит которые в принципе не может быть представлена вне вот трансатлантического контекста если мы только не говорим о крайних флангах немецкой политики но вопрос вот первый насколько у этих крайних флангов есть реальная возможность изменить политическую ситуацию как у левых так и правых на данный момент она довольно ограничена и другой момент а насколько эти крайние фланги не готовы сами при возможности воспринимать вот эту трансатлантическую историю будучи у власти здесь яркий пример это глава тюринги бода ромелов представитель партии левой который должен быть вот по идее чем ради же родившийся в гдр но тем не менее человек который должен по идее быть вот против американских оккупантов условно говоря но тем не менее это человек который за короткий срок полностью инкорпорировался в немецкую политическую среду он критикует свою однопартийцу сару ваганкнехт за антивоенные выступление то есть человек абсолютно вот вписался я полагаю что примерно то же самое можно наблюдать или на противоположном фланге с партии альтернатива для германии где тоже вот этот задор который сейчас во многом определяется той ситуации что власти реальных допуска нету даже на самом вот низовом уровне они могут себе позволить говорить много когда эта власть окажется у них в руках пускать там даже на уровне бургомистр какого-то небольшого восточно-германского города как будет развиваться ситуация в этом случае большой вопрос то есть система выстраивалась очень давно и парадоксальным образом чем без парадокс мне кажется что те карты которые были у немецких политиков допустим 50-е годы на заре фрг они формально были много хуже чем те карты которые есть сейчас там того же шольца но канцлера дэнауэр если посмотреть на то как он вот вел себя в отношении с американскими союзниками и в целом он позволял себя гораздо больше не гораздо вот худшие карты чем позволяет сейчас например у шольца это конечно очень показать а это вот что любимая тема мы тоже на лекториях и обсуждали это вот деградации или деградации лет но мы часто об этом слышим у меня есть некоторые сомнения что в этом ли дело и но действительно удивительно что в годы холодной войны когда казалось бы дисциплина была намного жестче но отдельные западноевропейские страны имели собственный политический вес и западная германия и франции даже италия прости господи какой-то период там да а сейчас нет сейчас вообще это не этого не чувствуется и вот эти вот всплески макроны про стратегическую автономию воспринимаются или как озарение или просто но как что-то смешное на опять сморозил вот почему это это что действительно измельчание или обстоятельства изменились кардинальным образом в большей степени на и на мой взгляд речь идет об изменении вообще глобальных базовых обстоятельств того как в принципе формируется человек в немецком обществе тем более как формируется политик который претендует на какие-то высшие позиции в органах государственной власти политика в фрг сейчас это политика медийная это политика правильных высказываний в правильных обстоятельствах люди которые в ней существуют они достигают действительно выдающихся результатов в том чтобы красиво представить те или иные проекты результаты своей работы которые на деле могут оказаться далеко не блестящими как например это было с ангелой меркель но это определенный опыт который имеет как свои достоинства так и свои недостатки вот недостатка моего можно считать действительно некая некий дефицит инициативности вот в том где что способна человека вывести из неких вот рамок в которых он достиг действительно выдающихся результатов ему не хорошо и он боится потерять тот политический капитал который он получил за счет может быть очень правильных может быть решений может быть тех решений которые в открытую требуют его избирателя но соотношение рисков и возможностей всегда для такого руководителя усредненного немецкого и европейского в общем-то таково что риски всегда оказываются больше и решение всегда принимаются вот как не навредить да скажем так себе и поэтому можно ли назвать это измельчание ну скорее это просто смена вектора который выглядит вот так вот дмитрий я поскольку с довольно ранних лет интересовался международными делами смотрел телевизор передачи международной панорамы 9 студии все такое у меня с детства запомнились репортажи про чудовищно коррумпированную японскую элиту дело танаки значит владимир светов покойный блестяще все это рассказывал и было ощущение что ну вот просто какой-то какая-то за садом и гамора это не или то у них там в японии говорят о кризисе элиты об измельчании лет чисто европейская если говорить в европейском понимании коррупции в элитах то конечно она есть это никто не отрицает что японская элита коррумпирована но просто коррупция немножко по-другому выглядит коррупция носит такой я бы сказал системный характер это не просто получение денег в карманы да или там перевод каких-то значит активов там на кого-то да значит в таком сером в серой зоне коррупция проявляется в таких я бы сказал сложных взаимоотношениях взаимных обязательств когда ты вынужден принимать решение не исходя из своей совести там профессиональной компетенции а просто из личных отношений личностных отношений которые предполагают что ты должен отвечать услугой за услугу думать о своем будущем и это очень трудно отследить вот именно как классическая европейская коррупция например есть в японии такое явление как схождение с небес это когда в молодом возрасте там около 40 лет процветающий чиновник с хорошего поста где-то в министерстве переходит на должность например вице-президента какой-то крупной корпорации с очень хорошим доходом в принципе здесь коррупции как таковой нет но на самом деле это по сути дела это еще более страшная коррупция потому что тогда нужно смотреть какие решения принимал тут чиновник он должен себя вести так чтобы его туда потом естественно да хотя там есть определенные ограничения на этот счет но японцы считают что это все-таки меньшее зло чем просто вот такие грубые взятки которых ну они попадают конечно в медийную сферу вот такие взятки но это все-таки скорее исключение из правил я бы сказал что вот такой бытовой коррупции конечно в японии нет то есть это исключено и в этом смысле наше понимание коррупции такой бытовой на низовом уровне в японии просто ее не знаете вот то что вы описали очень интересно ведь в америке это вообще-то норма называется это по моему систему вращающихся дверей когда вообще это очень здорово что ты поработал на службе потом ты пошел в корпорацию потом ты пошел сингтэн потом опять на службу и это это как бы качество повышает персоналов персонала но с другой стороны если посмотреть на это что не коррупция что когда увязывается системой теснейших взаимосвязей вот элита цементируется таким да в этом смысле если брать японскую бюрократию то конечно это я бы сказал узкая группа связанные такими корпоративными интересами потому что это очень замкнутая группа совершенная противоположность америки там нет никаких обращающихся дверей и в общем в бюрократию можно попасть только единственным способом после престижного университета сдав очень сложные экзамены причем это единственный шанс жизни потому что это можно сделать только один раз по окончании университета уже через год это сделать нельзя это супер егэ получил да это такое такие вот экзамены причем есть экзамены на карьерную бюрократию когда вы сразу попадаете в средний или высший эшелон в молодом возрасте а есть не карьерная бюрократия где вы можете уже работать на средних низших должностях до до пенсии здесь вот я бы сказал такая феодальная изощренная система воспроизводим воспроизведенная в системе государственной службы она существует и у нее есть свои плюсы минусы вот если говорить про минусы это понятно то есть там есть нет никакой меритократии это чисто выслуга лет это чисто иерархическая система принятия решений причем снизу вверх больше не сверху вниз а снизу вверх когда принимается инициатива идет снизу вверх но в любом случае очень формализованная система и конечно если молодой активный и инициативный молодой бюрократ пытается сделать карьеру вот тут же дадут ему тут же дадут по шапке там забьют этот гвоздь и так далее то есть это не приветствуется особая такая обсказал такой активизм вот но оборот оборотная сторона заключается в том что нет подсиживания нет вот этого карьерного значит вот этой как конкуренции излишней и и вот такой инкрементализм в том плане что нужно понемножку нарабатывать себе политический вернее капитал или свой багаж или свой кредит доверия который позволяет потом более талантливых вытащить из этой колоды и продвинуть вперед то есть здесь вот таких глубокоружительных подъемов в японской как бюрократической так и вообще в социальной системе нет и может быть в этом есть залог успеха японского послевоенного но в этом есть и уязвимость потому что когда япония это ясно ограничитель когда япония открылась миру я имею ввиду экономика открылась миру в начале 90-х началась глобализация начались корпоративные реформы появились менеджеры глобальные и выяснилось что вот это вот очень архаичная система японского менеджмента она не конкурентоспособна и например ниссан пошел по пути глобализации когда были западные менеджеры когда всю эту систему сломали и ниссан стал глобальной компанией а вот тойота она осталась верна этим принципам значит кто сейчас победил тойота или ниссан с позиции вот этих 30 лет прошедших трудно сказать наверное у каждого пути есть свои не сана живут скандал же был грандиозный с этим как раз менеджером со стороны до бежал то все он сбежал но тем не менее людей которых он привел они сидят в стоянку остались хорошо ну тогда последний блок тематически крайне для нас важный артем можно себе представить обстоятельства при которых возродится германский милитаризм из того что мы обсудили пока нет но может быть все таки германский милитаризм его возрождение вернее западно германский милитаризм ничего не забыли ничему не научились мы помним все это да да это действительно история давняя причем началась она чуть ли не сразу после военного поражения третьего рейха и началась она не даже не столько со стороны советского союза сколько со стороны ближайшего европейского окружения тогда еще фрг определенный всплеск был так после воссоединения германии в девяностом году когда казалось ну вот сейчас вот новая германия с новым бундесвером будет представлять военную опасности там для калининградской области для польши но вот не произошло этого сейчас германия анонсировано и начинается мецозная военная реформа которая является частью концепции смены эпох цайтан венды в общем-то в каком смысле является основным содержанием этой реформы но то как она идет от реформа говорит о том что до возрождения чего-либо тем более милитаризма еще очень далеко что важно в данной истории в том что действующий министр обороны фрг борис писториус является самым популярным политиком германии это единственный политик у кого рей рейтинг выше антирейтинга отчасти это объясняется тем что впервые за долгие годы министерство обороны возглавил мужчина служивший в армии дмб 1981 и вот после там фон дер ляйен после аннегрет карам каран бауру конечно после кристина ламброхт это просто вот земля и небо и действительно военные обожают этого мини нового министра он из-за сам силовик при этом он возглавлял министерство внутренних дел нижней саксонии причем отличался таким жестким подходом к миграционному вопросу как шутят сами немецкие военнослужащие что при историю си bundeswehr не может оборонять германию потому что может только наступать ну вот такая шутка на грани фола но при этом за все вот этой вот словесной истории скрывается желание за те действия которые которые проводят новый министр по реформированию бундесвера скрывается прежде всего ситуация провести аудит того что вообще представляет собой военная машина германии на данный момент потому что проблем там очень и очень много и с точки зрения материально-технической базы и с точки зрения кадрового вопроса и со всех остальных он не стремится здесь быстрым результатом это в чем-то напоминает то как подходил к проблемам бундесвера гельмут шмидт тоже проработавший несколько лет министром обороны будущем потом уже став федеральным канцлером и пока это очень медленный процесс если он завершится успехом а завершится он успехом только если историю сили человек который будет следовать его курсу останется еще на один срок как минимум то у нас будет вообще принципиально иная немецкая армия действительно она будет отличаться от вот этого достаточно несуразного бундесвера который мы имеем начиная вот с момента воссоединения германии другой вопрос получится ли здесь главное на мой взгляд главный показатель успеха или не успеха это реформа будет ситуация со все всеобщей воинской повинностью если ее удастся продавить немецком экспертном сообществе политическом сообществе среди населения тогда бундесвер действительно будет новым но новым будет не только он новым будет и все немецкое общество понятно понятно а что у нас с японским милитаризмом ну слухи о возрождении японского милитаризма я бы сказал преувеличенно слегка хотя японская армия входит в десятку если брать бюджет военный и вот сейчас осуществится повышение бюджета до двух процентов в ввп о чем заявили японские политики в течение пяти лет то по своему бюджету японская армия станет третьей в мире третьей в мире ну конечно основная часть идет на зарплаты но тем не менее техническая вооруженность неплохая и я должен сказать что японская военная доктрина исходит с необходимостью сугубо оборонительного характера вооружений то есть то что только может служить обороне страны в соответствии с конституцией но это очень лукавая трактовка потому что многие виды вооружений трудно отнести к оборонить ну например авианесущие эсминцы кака и дзума которые будут принимать скоро истребители в 35 на свой борт можно их отнести к оборонительным видам вооружения это в общем большой вопрос точно так же сейчас япония обретает ракеты ракетный потенциал чего раньше не было закупает томогавки в соединенных штатах 400 томогавка будет закуплено в течение двух лет разрабатывать собственные ракеты радиусом до тысячи километров и и более того сейчас говорится о том что япония сможет наносить фактически превентивные удары по вражеским базам то есть если это будет информация о нанесении ударов по японии или во всяком случае даже не нанесение а намерение нанести удар по японии ну прежде всего речь идет конечно о северной корее и будут подняты вверх боеголовки то япония может нанести превентивный удар и это всерьез обсуждается то чего не было никогда раньше потому что доктрина была сугубо оборонительной и речь шла только о защите от внешнего нападения поэтому конечно военная доктрина военное строительство меняется но японская армия приобретает черты такой я бы сказал современной армии но она всегда уже всегда была современной но сейчас модернизация идет полным ходом и военный бюджет уже больше одного процента ВВП он растет но с другой стороны есть и ограничения и нельзя о них тоже помнить вернее о них тоже нельзя забывать потому что во первых японская армия по-прежнему добровольная да это не призыв и набирать не так просто несмотря на все плюсы которые дает служба вооруженных силах во вторых есть и в общем то ограничения на многие вещи например на экспорт вооружений на потому что экспортная военная промышленность она во многом должна работать на экспорт а японская военная промышленность ограничена и есть ограничения связанные с запретами на поставки вооружений в районы боевых действий кстати поэтому япония не поставляет на украину никакого летального оружия есть и прочие ограничения и если брать военное строительство то оно ведется в основном в таких узких областях которые связаны с сугубо специфическими потребностями японии в обороне это конечно защита островов отдаленных потому что именно в этом заключается доктрина в том чтобы защищать отдаленные острова японии от потенциального вторжения например китая так как вот эти острова которые являются объектом территориального спора они расположены всего в 100 километрах от тайваня и в значительном отдалении от основной территории страны как будет действовать японии если начнется значит нападение вдруг китай это в большей степени тревожит японию так что она вот это строительство носят сугубо прагматический характер она будет развиваться конечно но не нужно его преувеличивать и если брать сравнение с китаем то здесь япония конечно очень сильно проигрывает потому что и военный бюджет китая в четыре с лишним раза больше японского сейчас в этот разрыв растет и конечно масштабы вооружение военного строительства наращивание вооружения совершенно другие а вот я последние пару месяцев в нем несколько попадалось новостей не высказывание японских политиков включая по моему премьер-министра а катастрофической демографической проблеме что япония по сути дела вымирает и в перспективе там не знаю 40-50 лет нам вообще будет качественно а кто воевать то будет если что да это большая проблема ну молодежь идет в армию не служить а больше получать за государственный счет хорошее образование это возможность получить какую-то хорошую корочку за государственный счет это в первую очередь стимулирует молодых людей но есть конечно и те кто идут по призванию в армию да сейчас япония вымирает депопуляция началась уже сокращение идет население и долгосрочные прогнозы что население будет расти все более быстро вернее сокращаться все более быстрыми темпами и хотя япония обходится без иностранной рабочей силы но в общем то проблема недостатка молодых людей она ощущается очень остро сейчас во всех областях и конечно это касается и оборонного потенциала но япония делает ставку на все таки не на людей а на технику на технологии на космос на кибер технологии и на в большей степени на солидарность союзниками Артем а в германии есть кому воевать если что в германии ситуация с демографией во многом сопоставима с японской хотя возможно не столь драматично у нас 70-х годов население фрг не увеличивается за счет естественного прироста увеличивается если увеличивается только за счет миграции и тут опять же важно понимать что как и в японии здесь абсолютно зеркальная ситуация военная служба является с одной стороны согласно опросам общественного мнения одной из наиболее популярных разновидностей карьерного трека для молодых немцев на первом месте полиция на втором месте вот я не помню то ли дойче банк то ли ну что то вот тоже такое большое и как на третьем месте вооруженные силы особенно это касается действительно тех военноучетных специальностей здесь тоже с японии у нас абсолютно параллель которая можно потом применить в гражданском секторе это касается связистов это касается всего что связано с техникой артиллерия и так далее и действительно тот пакет который сейчас имеет военнослужащий бундесвера он на гражданке довольно сложно такой найти и равноценно но при этом у нас с каждым годом у нас отменили всеобщую воинскую повинность фрг в 2011 году с каждым годом у нас не добор рекрутов только растет более того если после февраля 22 года кто-то думал что сейчас немцы в едином порыве пойдут бундесвер под значит влиянием русской угрозы то это не так наоборот около 500 контрактов было расторгнуто по инициативе самих военнослужащих ну вот скажем так по собственному желанию и набор не добор вот в двадцать втором году был самый большой там 10 тысяч по моему человек ну там довольно значительно значительное значительное количество их и здесь конечно главная проблема это бюрократия в бундесвере который также здесь скорее выполняет отталкивающую роль нежели привлекательную для тех кто хочет связать свою жизнь службы вооруженными силами и ну в целом сам немецкий менталитет он система ценностей которая присутствует немецком обществе среди молодежи прежде всего на данный момент она оставляет мало места тем идеалам ценностям которые как правило сопряжены с желанием человека посвятить себя полностью или на какой-то промежуток времени военной службе тем более что даже когда всеобщая воинская повинность существовала большой процент немцев выбирал альтернативную гражданскую службу что в общем тоже довольно показательно поэтому людей конечно набирать наверное при такой ситуации как сейчас возможно но возможно ли здесь говорить о каком-то вот действительно милитаризме а уж тем более об активных боевых действиях это большой вопрос ну что ж мы по моему пробежались по всему кругу вопросы комментарии возникли ли у вас пожалуйста максим вечер большое спасибо за такой интересный и для меня как тоже больше имеющие в отношении германии чем к японии много нового открывшие ваше ваше выступление что касается германии я бы хотел следующее сказать я вот за последний год два или три раза был в германии и находясь в отрепи от того что там происходит ну например когда по ард говорят что ну русские они как бы люди ну у них такое отношение к смерти знаете вот и это конечно приводит шок я стал сознательным говорить со своими знакомыми западной части германии из восточной части германии проводя эксперимент каковы его результаты это конечно никакая не выборка это просто разговоры такие вы вот федором сказали о трансатлантической направлении элит вместе одна знакомая западной германии она шестьдесят восьмом году приехала в западный берлин из откуда-то там северного рейна что ли поселилась в коммуне была маоисткой и все дела я с ней беседую сейчас о том что вот что сейчас происходит она мне ты понимаешь американцы научили нас демократии и и от этого никуда не денешься и мы им должны быть благодарны игру ты чё несешь-то как бы ты же маоистка шестьдесят восьмой год вот так молодые люди но это не совсем молодая женщина молодые люди в восточной в западной германии абсолютно про западно про американский ориентирован тоже в массе своей восточной германии из старшего поколения я не видел никого кто бы поддерживал то что сейчас происходит идеологически это связываю с тем что люди видели крах идеологии и они циничные так же как и мы возможно потому что мы тоже видели крах идеологии и они же еще учились у старшего брата побеждать то есть у нас и когда им сейчас расскажут что старший брат это вообще не брат и вообще как бы ну может и не совсем даже вот они это не воспринимают никак а вот каково молодое поколение в восточной части германии я не знаю и если она будучи воспитанным своими родителями как я их описал все-таки другое чем западные то возможно здесь есть потенциал для каких-то изменений потому что западный истеблишмент уже ничего нового предложить обществу не может это очевидно даже дойче банн не может предложить спасибо я как-то да отреагировать вы знаете что касается молодежи восточной германии действительно ну каждый год у нас выходит доклад о состоянии германского единства в котором уже спустя более 30 лет после соединения германии фиксируются отличия в экономике отличия в политическом социальном поведении между новыми и старыми федеральными землями и действительно молодежь что стало неожиданностью на самом деле для западно-германского руководства зачастую воспроизводят те социальные практики которые присущи их родителям что вообще не соответствовало ожиданиям поскольку казалось что сейчас вот подождем какое-то время вырастет молодое поколение восточных немцев таких же как западные и все будет и проблема сама решится но оказалось что проблема так не решается но здесь если мы говорим о том что это надежда на политическое если не обновление то и перемены здесь есть некие ограничители во-первых ограничитель сугубо даже демографического свойства просто восточных немцев количественно меньше чем западных это тоже то что вот является частью нашей реальности во-вторых опять же как мы говорили вопрос о доступе к реальной власти то есть будет ли представитель молодого поколения из восточной германии сохранять свои критичные отношения от американского союзника убеждения когда он вот столкнется со всем напором американской силы мягкой твердой какой угодно еще которые представлены хотя бы даже просто фрг тоже это большой вопрос возможно здесь наверное наиболее реалистичная история это победа на региональных выборах или на выборах бургомистра тех политических прежде всего альтернатива для германии который является наиболее на данный момент последовательно оппозиционной политической силы пока этого не допускают ни этого не допустили ни в герлице где была очень интенсивная предвыборная кампания где были очень казалось бы хорошие шансы кандидата от эгэ ни в других городах может ли здесь ситуация измениться и вот эту блокаду удастся прорвать альтернативе для германии но именно на востоке именно на местном уровне шансов на это больше всего и тогда если будет реальное вот пространство для маневра для этих сил тогда мы можем уже делать какие-то выводы пока это делать рано Сергей Саныч спасибо в последних наших работах мы писали и говорили о том что на западе нарастает статистический паразитизм там не боятся войны которые немцы и японцы должны были бояться и вот по этому поводу европейцы по крайней мере лезут на практически на рожон а вы считаете что как можно остановить эту тенденцию ну в японии конечно боятся войны говорить о том что они уже новое поколение не помнят ужасов войны совсем другое все-таки в японии очень сильная антивоенная прививка воспитания и вот этот пацифизм который воспроизводит себя нужно сказать что и молодежь вот меня много знакомых японцев говорят многие люди старшего поколения не понимают как нынешние молодые люди вообще могут служить в армии тем более убивать кого-то потому что военный он должен уметь убивать кого-то да а вот японцы они слишком инфантильны как считают многие поэтому ну это может быть перехлёст какой-то но в целом в общем-то вот какого-то такого настроя воинственного среди японцев я не вижу и конечно проблема здесь в том плане что даже не проблема но нация все-таки пацифистская по-прежнему остается пацифистской нацией несмотря ни на что вот это вот ощущение кризиса ощущение угрозы необходимость вооружаться это просто привносится больше извне политиками за счет информации внешней но сказать что это находит такой отклик в массах и приводит к какому-то росту значит я бы сказал такого милитаризма в стране я бы не стал этого делать а вот политиками это привносится то есть я так понял что спрашивает Сергей Александрович что именно элиты потеряли страх и они лезут туда куда вообще-то раньше бы не полезли вот общество допустим нет не реагирует но они-то его ведут получается но элиты я уже я думаю что здесь никаких эмоций нет это чисто я бы сказал холодный расчет это прагматич прагматизм это взвешивание рисков и угроз и наверное на выходе выходит такая политика которая сейчас ну говорить о том что это вот какой-то односторонний крен в сторону милитаризма я бы тоже не стал потому что все-таки ограничители они есть да Япония уже не станет другой но она и не станет и не будет той которая она была в послевоенный период но она не станет и той страной которая была в двадцатые тридцатые годы это однозначно Артём а вот Германия значит периодически у нас в новостях по крайней мере показывают некие акции относительно массовые и вот упомянутая здесь госпожа Вагенг значит выступила ярко против вооружения Украины и так далее но в целом это как-то довольно несущественно на общем фоне получается что втягивание в войну немецкое общество не опасается или как я наверное не совсем согласился с тем что те антивоенные демонстрации которые мы сейчас видим это глубоко периферийное явление хотя бы потому что это единственная платформа идеологическая которая вообще выводит людей на улице с какими-то антиправительственными ну не то что даже антипром да давайте называть их условно антиправительственными лозунгами ничего другого не имеет такого потенциала и в равной степени это справедливо как для новых так и для старых федеральных земель для запада и для востока и опять же надо понимать что люди которые выходят на эти демонстрации это люди которые ну рискуют иметь серьезные проблемы на работе имеют риск подвернуться астракизму каким-то еще нехорошим вещам и если бы ситуация была иной возможно и людей бы этих было было больше другой вопрос что традиционно казалось бы ну после сорок пятого года пацифистская такая немецкая политика сейчас о чем мы говорили в начале нашей сегодняшней встречи выхолачивается на свою прямую противоположность и здесь опять же уместно вспомнить вот этот документ основы феминистской внешней политики как где прямо четко проговариваться что феминистская внешняя политика не пацифистская внешняя политика и мысль о том что вот это абсолютное добро должно быть с абсолютными кулаками оно в общем присутствует и это тоже показательно интересно пожалуйста спасибо большое я чем-то наверное будет продолжение нашей предыдущей дискуссии когда мы смотрим на то о чем говорят немецкие политики мы очень часто слышим вот эту военную риторику и перевооружение германии военная поддержка украины по принципу до тех пор пока будет необходимо она вся объясняется с точки зрения защиты европейских ценностей а потом если мы смотрим на документах которых кажется описываются европейские ценности например доктрина шумана или другие классические документы там все наоборот о другом там о миролюбии там о мире но в выступлениях немецких политиков этого совершенно нет там именно военная риторика и поддержка определенной стороны создается ощущение что вот эти европейские ценности они выхолощиваются и заменяются на скорее более американскую риторику в стиле и так далее как вы думаете осталось ли что-то от европейских ценностей что такое европейские ценности или они полностью перенесены на какие-то общезападные ценности под эгиды американских и возможно ли стратегическая автономия ЕС и которые так мечтают европейцы без возвращения к этим классическим европейским ценностям спасибо мне кажется классическая европейская ценность это война вообще-то они не очень хотят пока туда возвращаться у меня дополнительный вопрос к этому если могут немцы почувствовать что они на пороге гибели что в принципе в общем сейчас как бы написано стене или уже не могут это конечно вопрос скажем так перцепции немецкими элитами и обществом того что с ними происходит это он конечно действительно сложный порой со стороны вот нас как внешних наблюдателей вообще кажется абсолютно непонимаемой такой вещью в себе и тем не менее для германии какой-то момент ее исторического развития европейский проект проект единой европы был по сути единственной возможностью вообще как-то себя проявить с учетом всех фобий ее соседей с учетом тех ограничений которые были безусловно оставили свой след на немецкой политической логике но действительно вопрос ценностей он здесь сейчас находится в процессе вот трансформации причем трансформацию которую они объясняют внешними обстоятельствами в которых виноваты вовсе не они а виноваты понятно кто в этом контексте и те проблемы с которыми сейчас сталкивается германия которые раньше казались совершенно немыслимыми да в немецкой традиции экономия это вообще характерное явление но когда это переходит какие-то границы вообще разумного и главное когда это не имеет ясный ясного объяснения зачем это нужно вот это конечно позволяет нам задавать вопрос а понимают ли немецкие элиты куда движется вот этот как раньше говорили да паровоз германского единства сейчас наверное просто это паровоз но ясно что во многом вероятно я рискну предположить что тот период который германия переживает сейчас это постмеркелевская эпоха у нас похоже было ведь после долгого канцлерства Конрада когда у нас было несколько краткосрочных канцлерств начало Людвига Эрхарда затем Курта Кизингера который вообще мало кто помнит даже из самих немцев сейчас потом у нас тоже был определенный такой период перехода после долгого канцлерства Гельмута Коли вот сейчас это такая некая вот интерлюди перед чем-то новым понятно что нынешняя коалиция вряд ли просто то есть она просуществует до конца скорее всего своего срока полномочий но она крайне маловероятно что проживет сможет вот еще раз возобновиться после на следующем электоральном цикле вот что будет после этого вот это крайне интересный вопрос вот здесь здравствуйте у меня тоже вопрос по Германии так сказать привет от восточных немцев у меня вопрос следующего характера по поводу коллективной вины и как воспринимается это в немецком обществе мне очень интересно как это в научном обществе обрисовываться то есть я это вижу с обывательской стороны интересно как это научном обществе видят есть ли разница между восприятием коллективной вины скажем так восточной части Германии и западной потому что с обывательской точки зрения она вроде как есть потому что восточной части Германии как-то всегда было принято считать что это скажем так в третьей рейхе вот это все что происходило вторая мировая это проявление капитализма это вот происк капитализма и что действительно что-то вот похожее даже с Японии что виновата правительство а не люди в то время как ФРГ в 60-е особенно происходило насаждение коллективное войны что кстати выливалось потом даже в террор да там чувствует только Ольрика Майнхофф которая тогда произошла вот и вопрос если разница вот восприятие научной среде и может ли что-то сейчас такое произойти учитывая учитывая что сейчас Германия у нас едино как-то так а у нас один да действительно действительно разница в политике памяти между восточной и западной Германии имела сильное отличие и вы справедливо сказали что корни этих отличий вам в значительной степени лежат в шестидесятых годах я правда был здесь наверное чуть-чуть скорректировал здесь дело не столько в насаждении вины сколько вот в этом бунте молодежном шестидесятых годов которого ГДР не застало не застало не столько потому что там какие-то репрессивные были меры в отношении этих людей а потому что в ПРГ в шестидесятые годы это выражалось в вопросе папа что ты делал двадцать лет назад и как правило дать ответ на этот вопрос было ну непросто в ГДР в силу особенностей формирования и государства восточно-германского и элит на этот вопрос было ответить легко потому что проблема вот характерных для ФРГ в ГДР практически не было то есть отец мог сказать да я был в концлагере я был в эмиграции в советском союзе я там боролся в подполье а ты что что здесь делаешь бездельник и это сразу породило ну вот сразу некую разницу восприятия и да западные немцы утверждают что это на самом деле породило фундаментальную проблему потому что потом когда Германия объединялась вот то что восточные немцы в том числе прежде всего молодежь не пережила вот этот период некого вот некой борьбы такой идеологической с условным поколением отцов это породило проблемы ну вот с ростом националистических настроений в провинциях восточно-германских и вот все из-за этого да ну сейчас когда уже прошло 30 более 30 лет с момента воссоединения когда уже у нас в Германии действует единая более или менее система взглядов на то что происходило в прошлом понятно условных примеров здесь наверное этот вопрос до известной степени утратил да свою актуальность но он скорее как-то здесь больше в политических каких-то вопросах существует чем вот в исторической именно науке так пожалуйста здравствуйте у меня вопрос по бундесферу вот вы говорили о том что одна из наверное главных проблем бундесферы это забюрократизированность да то что бюрократия не дает развиваться вот мы ну можно вспомнить там выступление ну шольца феврале прошлого года когда он выделил 100 миллиардов и допустим вот в марте вот этого года по-моему вот ева она уполномочий немецкий парламент по вопросам обороны она выступила сказал что ни один евро еще как бы из этой суммы не был потрачен хотя они вроде там описали что должны купить самолеты f-35 и как бы уже все вот списали но при этом деньги вы не потратили то есть вот у меня вопрос почему это вообще происходит какие вообще проблемы есть у бундесфера смогут ли точнее сможет ли шольц и вот нынешний министр обороны поменять бундесфер и вообще достаточно ли это сумма 100 миллиардов чтобы как бы сделать бундесфер не знаю снова великим да или как сказать снова как бы способным как бы что что либо делать и вот и такой еще второй вопрос вот вы ну я имею ввиду артема павловича вы говорили о том что как бы германия меняется и вы привели много внешних скажем так вызовов внешних событий которые повлияли да вот как бы стали такой притечи вот этот сайт инвенда но при этом как бы я вот не услышал внутренних изменений то есть понятно что внешне были это и события и там украине и там трамп тот же самый да как когда меркель стала таким ценностным лидером запада но какие были внутренние скажем так события потому что я так думаю то что это легло на основу как бы внутренних изменений которые германии все это время под происходили то есть вот это вот второй вопрос да и первый вот про бундесвер спасибо большое да большое спасибо что вы указали я забыл упомянуть действительно про фонд 100 миллиардов евро и не менее интересное обстоятельство что спустя год как его анонсировали ни одного евро из этого фонда не было потрачено во многом это так это результат забюрократизированности бундесвера с другой стороны это отчасти действительно сознательная политика бориса писториуса не торопиться и на данный момент размещен размещены действительно заказы на сумму 10 миллиардов евро на покупку американских истребителей их 35 на закупку средств связи и на закупку снегоходов достаточно ли этих средств нет недостаточно это признают военному руководству это признает тот же пистолиус он среди прочего анонсировал уже призвал правительство увеличить бюджет бундесвера до 60 миллиардов евро в год на данный момент это сумма чуть более 50 миллиардов евро кроме того он сказал что сейчас германия высокая инфляция и вот мы посчитали бундесвера что из-за нее мы не досчитались 13 миллиардов евро пожалуйста нам тоже компенсируете эту сумму то есть вот этот финансовый финансовый поток он конечно кажется здесь в отношении немецкой армии нужен просто какой-то колоссальных размеров небольшой комментарий по поводу забюрократизированности в самом бундесвере проводили такое внутреннее исследование оно же расследование отдела который занимается закупками закупками для нужд армии вот сначала оказалось что там более двух тысяч позиций которые имеют высокий риск коррупции потому что они тесно связаны с предприятиями в пк а во вторых как бы зная этого в 2004 году был принят как бы внутреннее распоряжение по которому нельзя более пяти лет занимать эти должности и было зафиксировано 450 случаев когда это правило нарушалось более того в отдельных случаях люди сидели на своем посту по 20-25 лет то есть ну вот комментарий к забюрократизированности да что касается внутренних изменений то конечно они также идут они значительные здесь основные такие процессы на которые стоит указать не очень давай здесь наверное в детали чтобы сэкономить на время это демографические которые мы уже говорили это миграционный кризис который сильно влияет также на политическую жизнь есть представление что он вроде бы как преодолен но это не совсем так это не совсем так поскольку главное следствие этого миграционного кризиса то что партия альтернатива до германии оказалось бундестаги до сих пор там сравнительно неплохо себя чувствуют а по последним данным вообще она по опросам примерно сравнялась и с правящими социал-демократами старейшей партии германии и с зелеными то есть при том что ее со всех сторон вот критикуют как угодно склоняют и обзывают вот такая тенденция плюс у нас обостряются действительно противоречия по линии вас восток-запад по линии экономического неравенства этих районов то есть очень много действительно внутренних проблем которые правительство шольца вроде бы прописала в своем коалиционном договоре как важные и необходимые для скорейшего решения но по понятным причинам сейчас вектор работы несколько сместился так ой 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 у нас времени тоже мало давайте тогда быстренько быстрый блиц ну давайте вот сзади там да здравствуйте спасибо большое хотелось бы спросить вот по поводу роли германии в общей политике обороны и безопасности в данный момент потому что складывается впечатление что у нее у германии с францией такое негласное соперничество потому кто будет главным в европейском союзе по вообще нынешней ситуации кроме того ощущение будто бы что германия не может быть локомотивом в вот этой политике потому что вот даже сегодня политика была написала что германия не может соответствовать нато также вообще сам европейский союз он стал более зависим от соединенных штатов в плане военных поставок даже несмотря на то что год назад был принят тот же стратегический компас то есть вот вопрос какова роль германии потому что ощущение такое что она хочет быть локомотивом но не имеет возможности проводить какие-то либо кардинальные реформы и быть действительно актером на международной арене которые будут считаться с ним спасибо пожалуйста вопросы формулируйте коротко и ответы тоже ну знаете что касается готовности германии выполнять свои лидерские функции тут не так традиционно да есть термина германии как гегемон поневоле до который вроде его все выталкивает на эту роль но как-то он не стремится ее выполнять франко-германские отношения действительно сейчас находится сложной ситуации и не столько по вопросам даже обороны безопасности сколько в целом из-за расход синхронизированности и политической жизни и разных взглядов на европейскую стратегическую автономию это было еще до шольца до февраля 22 года и здесь опять же очень обобщая просто чтобы нам сэкономить время главное противоречие шло по какой линии что разговоры о европейской стратегической автономии для германии с точки зрения оборонной политики прежде всего состояли в необходимости формирования единого европейского оборонно-промышленного комплекса для франции был приоритет как можно быстрее выйти на уровень создания единых европейских вооруженных сил в той или иной форме для того чтобы они участвовали в зарубежных военных операциях в африке в других регионах и вот это противоречие но во многом и затормозила в том числе вот разговоры европейской стратегической автономии которые так активно велись в годы президентства трампа так спасибо вопрос мы сегодня уже говорили про смену элит в германии хотелось бы задать вопрос как смена элит организована в японии насколько я понимаю большая часть послевоенной истории в японии правила партия либерально-демократическая партия япония и как в японской политике какое влияние на японскую политику у императора японии его роль она больше схожа с монархами бенилюкса скандинавии или великобритании с испании или как то отличается спасибо но это можно прочитать цикл лекции на эту тему да понятно но если в двух словах япония очень консервативно в смысле смены элит я уже сказал по какой причине это все таки общество традиции и политическая элита которая формируется вот политический класс за счет политиков в основном второго третьего поколения то есть это политические кланы они не допускают выскочек чтобы стать человеком который принимает решение нужно избраться в парламент пять семь раз то то есть это нужно потратить ну практически всю свою жизнь и наверное 65 к 70 годам ты уже можешь становиться заслуженным политиком тяжеловесом который принимает решение вот и этот процесс он воспроизводит себя вернее элита себя воспроизводит десятилетиями так я не вижу чтобы что-то менялось что касается императора если брать его политическую роль она минимальна конечно да это в основном церемониальные функции и в основном сейчас идут дебаты вокруг того сделать ли император главы государства потому что по нынешней конституции он является лишь символом единство нации и в этом смысле он ну в общем не до конца выполняет свои функции по конституции потому что он принимает послов он в общем является полноценным главой государства и когда встречается со своими коллегами непонятно в каком качестве помимо того что монарх он встречается с ними но в остальном японцы очень уважают император конечно это дань традициям это в общем история японии это их идентичность как японцев и конечно император не считают потомкам богини солнца аматы расу но какого-то рода вот такой пиетет к императору врожденные у японцев есть они понимают что если отменят вдруг монархию не дай бог то японская нация исчезнет в этом определенный смыслу есть спасибо большое спасибо было интересно я коротеньком очень много обсудили про европу но вот был упомянут сложный союзник японии это корея в данном случае южная есть такой сложный союзник как польша и отношения с ней как я понимаю становятся все более сложными могли бы вы прокомментировать как сейчас они видят со стороны германии спасибо отношения с польши действительно достаточно на данный момент напряженные и причины этого разнообразные не только там кроются они в исторических каких-то предпосылках но и в реальном стремлении варшавы упрощить свои позиции внутри европейского союза за счет той кризисной ситуации которые есть сейчас отсюда вот это достаточно странное требование к германии по возмещению репараций многомиллиардных за разрушением года второй мировой войны которая вот общаясь с польскими коллегами действительно они считают это достаточно серьезным требованием которое можно в той или иной форме исполнить хотя с точки зрения германии здесь вопрос закрыт окончательный бесповоротно польша стремится за счет своей траться атлантической также политики устремленности захватить как региональное здесь ли укрепить свое региональное лидерство за счет концепции трех моря за счет более тесных связей соединенными штатами там года опять же того же трампа это выражалось в разного рода инициативах по переносу вектора американского военного присутствия тяжести его именно в польшу они в германию и сейчас мы все живем вот на инерции этих непростых отношений но с другой стороны надо понимать что у польши с германией очень серьезный рост товарооборота очень серьезный рост объемов экономического сотрудничества где германия играет как раз ведущую роль и в этом отношении берлин как бы очень многое прощает своему восточному соседу понимаю что ну вроде все равно главное это карта у него а это так вот какие-то мелочи но есть тоже кризисный такой потенциал конфликтный достаточно значительно вопрос к вам о том что думают немцы о том кто взорвал северные потоки очень краткое пояснение когда это произошло можно было бы как бы посмотреть на ситуацию с точки зрения кто это мог сделать и кому это было выгодно вроде как логика с другой стороны учитывая тот факт что германия так плотно конкретно лежит под америкой простите за престоричность такие мысли в голову нельзя впускать немцам да и как бы вот они вот оказались вот этой ситуации все таки как по вашему ну исходя из вашего опыта как обычные немцы себе это объясняют кто взорвался в и рыботоки давайте сразу вот вот здесь дело в том что ну следующей ареной военных конфликтов вполне может стать восточная азия и милитаризация японии полностью соответствует интересам соединенных штатов америки более того что ты поддерживают милитаризацию полностью кроме того и так как я родом из владивостока и окончила твгу то я воспиталась на двух легендах первая легенда это пацифизм японии то есть я отдыхала с детьми в пионерских лагерях и я прекрасно знаю историю японского журавлика это с одной стороны с другой стороны следующая легенда это историческая ну военная именно скажем так культура военная культура японии япония это войны это настоящие войны они уважают соперника они поэтому очень серьезно поддерживают так вот закон отрицания отрицания никто не отменял так почему же сегодняшний пацифизм им не сменить легко на как раз на ту ну свою милитаристскую агрессию которая была в начале двадцатого века и не только двадцатого потому что япония но она не раз воевала и не раз побеждала ну что я могу сказать ну первое я с вами не согласен что в японии милитаризм возрождается да и это все таки милитаризм это слишком сильный термин такой который подразумевает определенные вещи прежде всего идеологию милитаризма в японии нет идеологии милитаризма причем на самом низовом уровне я никогда не встречал вот таких вот воинственных молодчиков которые бы хотели там значит разнести мир и так далее есть определенного рода силы такие правые до которых у нас любят показывать по телевизору значит и под российским посольством но это я вас уверяю что это маргиналы это в чистой воды маргинал что касается японской армии ну она достаточно хорошо вооруженная но сказать что это вот такая мощная сила который бы играл роль в мировой политике чтобы япония могла ее проецировать на мировую на международные отношения я бы не стал потому что все таки эта армия создавалась для определенных целей совершенно вы правильно говорите что это все таки другой взгляд на мир связанные с тем что япония является союзником младшим партнером америки есть договор безопасности именно под этим углом нужно рассматривать японскую армию сама по себе она самостоятельной мощной силы не представляет такой уж который бы могла там самостоятельные задачи решать и так далее поэтому я бы не стал говорить о том что япония вот стала милитаристской стороной в двух словах что касается северного потока 2 то позиция немецкого правительства заключается в том что есть официальное расследование которое ведется именно по инициативе немецкой стороны не говоря уже о том что есть другие до расследований пока она это расследование не завершено и пока она не предоставляет никакой официальной информации то обсуждать здесь нечего собственно это отчасти позиция и немецкое общество которое предпочитает ну просто этот вопрос не комментировать не обращаться к нему без какой-то там особой необходимости поскольку он достаточно болезненный поскольку ну конечно есть понимание что в общем кто это не сделал и кто это сделать мог но поскольку есть вот та система в которой германия существует системы координат международных она не позволяет вот здесь какие-то резкие телодвижения есть та конструкция которая всех устраивает идет расследование пока оно не завершено никаких комментариев все это всех устраивает это позиция правительства а простые люди а простые люди в целом их точка зрения в мейнстримовых сми на этот счет не представлена опять же по понятным причинам так вот извините наверное последний вопрос просто уже но мне неудобно держать наших уважаемых гостей спасибо совсем короткий вопрос дмитрий викторович а как в категориях прагматизма и пацифизма объяснить регулярно посещение официальными лицами японии того же храма и сукуня на который регулярно очень остро ожидаемо реагирует соседи японии спасибо ну здесь я хочу сказать что это особенность внутриполитической ситуации японии значит японская правящая партия очень сильно зависит от голосов консервативных избирателей которые поддерживают вот эту вот консервативную традицию которую я сказал в начале лекции о том что япония не виновата в войне что в общем то романтизация идет исторического прошлого и за этим еще стоит мощная такая организация как ассоциации синтаистских храмов которая поставляет голоса избирателей японской правящей партии это и есть такая организация непон кайги это японская конференция тоже очень влиятельная организация я бы не назвал все эти организации милитаристки в том плане что никто сейчас в японии всерьез не призывает к возрождению великой японской империи какой какая была то в двадцатые тридцатые годы речь идет о том что япония должна справляться своими силами с военными угрозами во всяком случае в большей степени полагаться на собственные силы и меньше опираться на вот эти вот ожидания прихода союзников на эти гарантии безопасности и так далее это требует военных усилий сказать что япония вот будет такой милитаристской агрессивной державы будет попытаться там будет пытаться восстановить значит свое величие за счет внешних захватов я думаю в японии кто всерьез не думает а если кто-то и думает вот был случай когда один из депутатов парламента с пьяну сказал что давайте мы южные курилы попытаемся силы вернуть где-то он там на какой-то встрече так его заставили выйти из партии немедленно лишить лишили его депутатского мандата заклеймили потому что никто всерьез вот на таком политическом уровне вот эти разговоры не поддерживает ну что же мне кажется мы чрезвычайно интересно и познавательно провели эти почти два часа у меня ну во первых видно по вопросам аудитории что конечно мы пока еще на восток то не очень повернулись все таки германия волнует гораздо больше хотя я вот могу привести в пример себя я борюсь с евроцентризмом телеграм-канал журнал который я веду с какого-то момента я сначала себя заставлял а теперь это у меня стало нормы я с утра первое что я смотрю ну чтобы посмотреть что надо ли что-то предъявить читателям или прокомментировать я смотрю вот japan times я не владею только в английском но слава богу сейчас есть потом я смотрю значит нечто сингапурская нечто индийская араб news и так далее там всегда есть что-то интересное и мне кажется что нам пора привыкать что вот те события для нас наверное будут все более и более важными хотя понятно что конечно вот из нашего обсуждения что мы азиатами то не станем но но жизнь она повестку менять а вот ощущение которое сущностное после нашего разговора у меня довольно неприятное честно говоря вот у меня такое впечатление что вот мы милитаризм он рождается не рождается то есть развилка такая либо мир без всякого милитаризма который не успеет возродиться сорвется в какой-то полный бессмысленный кошмар потому что никто на самом деле не готов к этому и милитаризм нету а есть вот это вот отчасти то о чем говорил караганов значит это вот стратегическое беспамятство и отчасти уверенность в моральных ценностях еще еще что то и вот мы что называется просто шагнем куда-то и обнаружится что уже все уже там это а вот если милитаризм возродится то есть если будет на это время ничего хорошего нет на самом деле это менее опасно в некотором смысле то что возрождение вот этого сознания она же на самом деле означает ну как бы меньше всех воевать обычно хотят военные то что они понимают что это такое а политики больше и вот в некотором смысле наверное вот это вот переоценка сторону более традиционного понимания безопасности хороша другой вопрос что как мы знаем тоже из истории когда ружье вешают на стенку то потом его долго стирает с него пыль а потом она стреляет в общем это и другая стезя не очень вдохновляет но тем не менее все-таки вторая чуть менее пугающее а вот избежать этого бездумного скатывания к какому-то конфликту который непонятно кому и зачем нужен вот это сейчас главная задача сергей санча это нам справа нас с присущим ему духе спросил боятся ли немцы как он сгинуть или там погибнуть это конечно наверное некоторое утрирование а с другой стороны вот вот ощущение такое что да вот есть есть шансы именно на это вот как бы без всякий на подорожном месте раз и все но этого конечно не будет спасибо вам огромное а а а Спасибо.